Сирена экстренного оповещения названа в честь легендарных сладкоголосых сирен, пение которых сумел услышать хитроумный Одиссей. Покажем принцип действия сирены на опыте. Эту конструкцию придумал немецкий ученый Фридрих Вильгельм Оппельт. На ось электромотора насажен диск. По кругу в нем проделано 48 отверстий на равных расстояниях друг от друга. Включим электромотор. Диск раскручивается до 20 оборотов в секунду. Направим поток воздуха через трубку на отверстие. И сирена загудела. Окошко на пути воздушной струи открывается и закрывается примерно тысячу раз в секунду. Поэтому диск будет гудеть на частоте 1000 Гц. Проверим это с помощью программы Spectrum Lab. Вот пик на частоте 1000 Гц. Мы все рассчитали верно. Если мотор то тормозить, то разгонять, звук будет менять высоту. Совсем как у настоящей сирены. Сильно раскрученная скакалка свистит и довольно громко. Разберемся, как возникает звук от раскрученной скакалки и чем определяется его частота. Движущаяся скакалка оставляет позади себя цепочку воздушных вихрей. Так называемую вихревую дорожку кармана. Вихри отрываются поочередно, то с одной, то с другой стороны скакалки. Когда вихрь отрывается от скакалки, давление за ней понижается. Эта периодическая пульсация давления создает звук, который распространяется в окружающем воздухе. Сделаем модель вращающейся скакалки. К электромотору прикреплена поперечная планка. Когда мотор вращается, планка рассекает воздух и гудит довольно сильно. Однако разные части планки движутся с разной скоростью и поэтому гудят на разных частотах. Вставим в планку тонкие поперечные стержни. При вращении планки все части стержня будут двигаться с одной скоростью. Чтобы стержень не сломала центробежной силой, укрепим его с помощью нити. Раскрутим мотор и посмотрим на спектр звука. Вот пик от вращающихся стержней. Он приходится на частоту 900 Гц. Вихри отрываются от стержня 900 раз в секунду. Наука, изучающая возникновение звука при обтекании тел движущимся воздухом, называется аэроакустикой. Она позволяет и создавать такие звуки, если они для чего-то нужны, и гасить их, если от них надо избавиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова